Когда воды по колено, даже натянутые на ноги пакета не спасают. Участники чемпионата по зимним видам парусного спорта в эти дни катаются среди водных брызг. Начинающий с ноу-кайтер Наталья Золотницкая в очередной раз пытается выбраться из лужи. Я уже пару раз в луже посидела. Ну что делать? Вот хочу попробовать найти старт. Вот так, между дверей. Видишь, ближняя пирамида красная. Даже старт здесь претендует на мировой рекорд. 250 спортсменов одновременно. Когда идут плотно, купол к куполу, падений не избежать. Главное в этом полуводном марафоне не заплывать за буйки. Будь трепутал! Ты балда! Сноу-кайтеры люди упрямые. Вымыхли до нитки, но все равно спешат на очередной старт. Это больше водный слава напоминает. Ну то есть ты будешь дальше продолжать? Ну там полдистанции. Сверху затекает? Мы будем за вас. Да, мы будем болеть. Обувь здесь приходится менять по нескольку раз на дню. Самому жаркому событию зимы, как его прозвали организаторы, даже сляхать не помешало. Наоборот, из-за луж зимний сноукайтинг получился сроднелетнего, а значит еще экстремальнее. Розовая пантера в огромных семейниках и горизонт заполненный парашютами. Зрителям здесь есть на что посмотреть. Многие приходят с семьями. Пока папы приучают детей крепко стоять на ногах, мамы отдыхают. Если было бы солнце, то можно было бы загорать, собственно говоря. Рядом на площадке для слалома пытаются спасти слабый лед. Горячим эстонским парням пришлось переобуваться. Менять коньки на кайтах на менее острые. Иначе лед быстро укатают в кашу. Климатическая катастрофа во всем мире. И Россия не исключение. В Эстонии мы к этому привыкли. Не ожидали, конечно, что здесь то же самое будет. Для ловцов ветра нет ничего хуже штиля. Что такое русский закон подлости, полярный путешественник, австралиец Чарльз Верб только теперь понял. Надежду поставить на Волге мировой рекорд сутки на снега санях с дулой ветром в прямом смысле. В первый же день шквалистый порыв сломал парус. Пока чинили, наступило безветрие. Мы постарались отличиться от других. Сделали мачту из четырех частей. Но в первый день, когда мы сюда приехали, ветер был намного сильнее. Он просто сбивал с ног. Ну и, естественно, мачта сломалась. Начинающий кайтер Золотницкий, прокатившись на животе по всем талым лужам, в итоге сошлась с дистанции. После завершения гонки ее участники уставшие и мокрые. Идут на сушу сушиться, по пути сливая воду из ботинок. О, льется. Все насквозь. Мы сезон летний открыли, по сути. Там ужасно. Лыжа тонет. Из-за оттепеля и слабого ветра программу пришлось сокращать. Но участники экстремального чемпионата, похоже, ни о чем не жалеют. Открывшим купальный сезон на три месяца раньше Жигулевское море теперь точно по колено. Михаил Чернов, Игорь Акимов, Александр Танких, Николай Датсун, НТВ, Ториете, Самарская область.